Геометрия Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Продолжим изучать геометрию. Так как очень мало времени, а нам предстоит разобрать очень серьезную задачу, я предлагаю с нее и начинать. Итак, в основании четырехугольной пирамиды параллелограмм. Попытаемся это сейчас изобразить довольно-таки крупно, потому что нам понадобится очень много различных деталей, также крупный план и ваши глубокие знания. Итак, в основании параллелограмм. Пирамиду мы назовем полностью S-A-B-C-D. A-B-C-D параллелограмм. Но мы помним, что параллелограмм – это четырехугольник, у которого только противолежащие стороны попарно-параллельные. Речь не идет ни о каких прямых углах. Через середину ребра С-C и точку А проведена плоскость параллельной диагонали BD. Но это все много слов, сейчас мы все это будем видеть. Проведем диагонали в параллелограмме, которые сразу высветят точку пересечения, из которой, в принципе, удобно воспроизвести высоту пирамиды. Она нам понадобится, пусть это будет S, а вершины основания по условию А-Б-Ц-Д. Соединим вершину со всеми вершинами параллелограмма. Все, перед нами изображение пирамиды. Затем, точка К, середина ребра С-C. Отметим сразу. Точка К. Как это записать в условии? Кратко. Например, так, С-К равно К-Ц, при условии, что К принадлежит С-Ц. Второе условие тоже важно, потому что точка К могла быть в пространстве, где угодно, а так мы ее зафиксировали. У нас есть точка А по условию, через середину ребра С-Ц и точку А проведена плоскость. Параллельно диагонали Б-Д, диагональ мы видим. Пульс точка П, точка перечения этой плоскости с прямой С-Д. Но это чуть позже. Надо сначала построить секущую плоскость. Наша плоскость, повторяю, проходит через точку А, точку К и параллельно Б-Д. Это я запишу. Значит, плоскость А, это наша секущая плоскость, мы так ее обозначим, она должна быть параллельно прямой Б-Д и проходить через две точки А и К. Соединим их, допустим. Немножко вершина Б там сливается с отрезком, но будем помнить о том, что точка Б не находится на этой прямой. С чего начать, естественно, построение сечения? Так как у нас А, К и С, О находятся в одной плоскости, то они пересекаются в какой-то точке, пусть это точка М, не участвующая в условиях задачи. Затем, так как плоскость Альфа параллельна прямой Б-Д, то линия пересечения плоскости Альфа с плоскостью Б-С-Д будет параллельна прямой Б-Д. Проведем прямое пересечение, например, Ф-Л, а тут у нас точка М была, восстановлю ее. Значит, повторяю. Как здесь можно объяснить, то, что Ф-Л параллельна Б-Д? Есть одна теорема о линии пересечения плоскостей. Если плоскость, давайте я ее вкратце изображу, эту теорему, если плоскость существует, и прямая параллельна этой плоскости, и через эту прямую проходит другая плоскость, пересекающая первую, то линия пересечения этих плоскостей будет параллельна данной прямой. теорема о линии пересечения плоскостей. Попытаемся увидеть эту теорему. Это один из способов к этой задаче. Прямая Б-Д. В какой плоскости находится эта прямая? Эта прямая находится в плоскости Б-С-Д. Итак, вы это все увидели. Дальше. Прямая Б-Д параллельна некой плоскости Альфа, которую мы сейчас не видим. И эта плоскость Альфа проходит через прямой АК. А в частности, она проходит через точку М, лежащую в плоскости Д-С-Б. Тогда по этой теореме линия пересечения плоскостей, Ф-Л, параллельна Б-Д. Больше ничего не надо доказывать и в письменной работе говорить, если вы хотите сослаться на эту теорему. Есть другой способ построения. Точку М мы заранее определили. Проведем Ф-Л параллельно Б-Д. Вот так, силовое решение. Проведем Ф-Л параллельно Б-Д. То есть мы провели Ф-Л параллельно, значит, можем пользоваться тем, что эти прямые параллельны. А дальше смотрите внимательно. Плоскость Альфа проходит через прямой Ф-Л, а Ф-Л параллельно Б-Д. Значит, Б-Д параллельно плоскости Альфа, по признаку параллельности прямой плоскости. Другой подход, другое видение. И тот, и тот подходы абсолютно правильные. Смело можете все это использовать в своих решениях. Далее, так как появились у нас по две точки в гранях, мы их смело соединяем. К и Л. А и Л. Чуть-чуть промахнулся. Дальше. А и Ф. И Ф и К. Все. А, Ф, К, Л. Искомое сечение плоскостью Альфа нашей пирамиды. Теперь. Точка П, точка пересечения этой плоскости с прямой ЦД. Прямую ЦД видим. Смотрим на грань ЦСД. В этой грань есть две прямые. К, Л и Д, Ц. Они не параллельны, значит, они пересекутся. Продлим обе прямые до пересечения с точкой, указанной в условии. Это точка П. И вот мы подошли к вопросу задачи. Надо доказать, что точка Д середина П, Ц. Запишу так. ПД равно ДЦ. Давайте внимательно теперь перейдем к технической части задачи. Вот у нас есть треугольник СОЦ. В нем мы знаем отношение ЦК КС один к одному. Также по условию диагонали проилограмма делятся в точке пересечения пополам. А мы хотим найти отношение СМ к МО. Значит, мы рассмотрим треугольник ССО и секущую АК. По теореме Менелая кто-то первый раз слышит? Ничего удивительного. Откроем учебник школьный и узнаем эту теорему. Сейчас я практически показываю ее применение. Итак, по теореме Менелая ЦК относится к АС умножить на СМ относится к МО и умножить на отношение ОА к АЦ равно единице. Используем известное нам отношение один к одному умножить на СМ к МО ОА к АЦ один к двум равно единице. Отсюда получаем, что СМ к МО два к одному. Так, первый замечательный результат получили. Теперь, так как ФЛ параллельно БД, то отношение СМ к МО будет равно отношению СЛ к ЛД. Это все можно объяснить легко через подобие треугольников или теорема о пропорциональных отрезках. Затем переходим на грань СДЦ. Опять же, по теореме Менелая, но для другого треугольника. Треугольник СЦД и секущая ПК. Создаем произведение отношений. СК к КС на СЛ к ЛД на ПД к ПЦ. равно единице. Знаю, что СК к С равные отрезки. Дальше. СЛ к ЛД два к одному. У нас остается как раз ПД к ПЦ. И ПД к ПЦ будет равно один к двум. Это и означает, что точка Д середина ПЦ. Что и требовалось доказать. Итак, мы закончили эту задачу серьезную, объемную. Чтобы вы познакомились с такими задачами в большем количестве, я вам посоветую следующую литературу. Автор Гордин РК ЕГ 2017 Ну, есть разные годы издания, более ранее. Ну, вот такая книга у меня есть. Математика Геометрия Стереометрия Ну, и более подробно там еще написано задача 14 То есть, мы приближаемся постепенно к ЕГЭ К тому уровню задач, который обязательно нужно решать. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока Химическая промышленность мира. Давайте вспомним, что такое химическая промышленность. Это отрасль хозяйства, которая определяет развитие научно-технической революции, создает материалы с заранее заданными свойствами, оказывает влияние на формирование отраслевой и территориальной структуры хозяйственного комплекса страны и мира. Значение отрасли создает новые вещества с заранее заданными свойствами, имеет возможность широкого комбинирования полезных ископаемых, утилизирует отходы других производств, загрязняет окружающую среду. Факторы размещения отрасли. Сырьевой предприятия размещаются возле центров добычи химического сырья. Энергетические предприятия размещаются возле электростанций, которые вырабатывают дешевую электроэнергию. Чаще всего это гидроэлектростанции. Водный фактор. Предприятия размещаются возле крупных рек, озер и водохранилищ. Трудовые ресурсы. Предприятия размещаются либо возле регионов, где есть дешевые трудовые ресурсы. Это чаще всего предприятия основной химии. Второй вариант это предприятия, которые ориентируются на наличие квалифицированных кадров и научно-исследовательские центры. Это фармацевтика и парфюмерия. Потребительские предприятия ориентируются на потребителя продукции, поскольку транспортировка данной продукции нерентабельна. И последний фактор транспортный. Предприятия размещаются возле крупных железнодорожных узлов, морских портов, а также возле нефти и газопроводов. Отраслевая структура химической промышленности горная химия это отрасль хозяйства, которая занимается добычей химического сырья. Основная химия это отрасль хозяйства, которая занимается производством минеральных удобрений, кислот, солей и щелочей. Химия органического синтеза занимается производством химических смол, синтетического каучука и синтетических волокон. Тонкая химия. Это отрасль хозяйства, которая занимается производством фармацевтической продукции, парфюмерии, косметики, а также бытовой химии. В мировой химической промышленности сложилось четыре основных центра. Первый центр – это зарубежная Европа. Лидерами здесь являются Франция, Великобритания, Италия, Бельгия. Они дают 24% мирового производства и экспорта химической продукции. Следующий регион – Северная Америка. Лидером являются Соединенные Штаты Америки. Дают 20% химической продукции и ее экспорта. Следующий регион – Восточная Азия. Лидерами являются Япония, Южная Корея и Китай. Дают 30% мировой химической продукции и ее экспорта. А также СНГ, где лидером является Россия. Дают 4% мировой продукции и химической промышленности. Кроме того, выделяются страны Персидского залива. Это новый регион, который занимается нефтедобычей и переработкой. Лидерами являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Иран. Итак, рассмотрим каждую отрасль отдельно. Горная химия. Странами-лидерами нефтедобычи являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Иран, Россия и Венесуэла. Страны-лидеры добычи серы. Это Китай, США, Россия, Канада, Саудовская Аравия. Страны-лидеры добычи калийной соли. Это Китай, США, Индия. Страны-лидеры по добыче фосфоритов. Китай, США, Марокко. Основная химия. Страны-лидеры по производству калийных удобрений. Канада, Россия, Беларусь. Страны-лидеры по производству азотных удобрений Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки. Страны-лидеры по производству фосфатных удобрений Китай, США, Индия. Страны-лидеры по производству серной кислоты Китай, США, Россия, Канада, Германия. Следующая отрасль химия органического синтеза. Страны-лидеры по производству пластмассы и синтетических смол это Китай, США, Германия. Страны-лидеры по производству химических волокон. Китай, США, Индия. Страны-лидеры по производству синтетического каучука. Это Китай, США, Япония, Россия, Германия. Следующая отрасль. Тонкая химия. Страны-лидеры фармацевтики. США, Германия, Япония. Страны-лидеры косметики и парфюмерии. Это Франция, Германия, США, Япония, Россия. Давайте выясним, каким экологическим проблемам приводит химическая промышленность. Первое. Загрязнение атмосферы углекислым газом, оксидами азота и серы. Данное загрязнение вызывает болезни дыхательной системы, болезни кожных покровов и может вызывать аллергию у людей. Следующий вид загрязнения. Загрязнение почвы ионами тяжелых металлов, нефтепродуктами, приводит к разрушению плодородного слоя почвы. Приводит к увеличению доли вредных для человека веществ в сельскохозяйственной продукции. Третий вид загрязнения. Загрязнение водоемов ионами тяжелых металлов, нефтепродуктами, химическими соединениями. Приводит к гибели рыбы, моллюсков, крабов, а также к отравлению организма человека, который будет употреблять данную продукцию. Итак, давайте повторим. Химическая промышленность состоит из четырех отраслей. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и тонкая химия. Горная химия занимается добычей химического сырья. Основная химия занимается производством минеральных удобрений, кислот, щелочей и солей. Химия органического синтеза занимается производством синтетических смол, синтетического каучука и пластмасс. Тонкая химия занимается производством продукции фармацептики, косметики и парфюмерии, а также бытовой химии. Домашнее задание. Страница 147-148 учебника читать, на контурную карту нанести и выделить цветом страны-лидеры основных отраслей химической промышленности мира. На этом наш урок окончен, до свидания. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники. Тема нашего сегодняшнего урока – слитные раздельные дефисные написания. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слова. В течение реки, в течение года, за счет новых возможностей, чтобы мне почитать, приехал, чтобы увидеться, все-таки пришел, по-видимому, уже началось и узнаешь впоследствии. Эти слова пишутся именно так. Что же нужно сделать для того, чтобы знать правильное написание слов и уметь ориентироваться в данном правиле. Итак, ребят, мы должны повторить с вами написание предлогов и запомнить, что предлоги и амонимичные части речи пишутся по-разному. Например, в виду – это предлог, пишется слитно. А кроме того, может быть в виду города – существительное с предлогом. Вроде него – это предлог, а вроде романовых – это существительное с предлогом и пишется раздельно. Вследствие непогоды – предлог, потому что заменяем на из-за, а вследствие и по делу были допущены ошибки – это существительное с предлогом и пишется раздельно. В течение, в продолжении, в заключении эти слова являются, наверное, наиболее легкими, потому что мы должны запомнить, что вне зависимости от того, какой частью речи они являются, они всегда пишутся только раздельно. А какая буква в конце зависит, если существительное с предлогом, от падежа, и может писаться и, 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 и. А если это производный предлог, то в конце только буква «е». Итак, посмотрите, например, в течение реки в продолжении романа с буквой «и», в заключении реферата тоже буква «и», а вот в течение года будет писаться уже с буквой «е» в конце. Поговорить насчет урока, насчет предлог, потому что заменяем на «о», а положить на деньги на счет – это существительное с предлогом, потому что на твой счет, на мой счет. Можем ставить слово. Внизу, вверху, посередине при отсутствии управляемого существительного на речи, но с управляемыми словами являются существительным. Например, внизу стоял человек, это наречие, внизу двери было отверстие, это предлог. Итак, при описании союзов слитно пишутся следующие союзы. Чтобы тоже, также, при том, при чем, за то, зачем, за тем, от чего, от того, почему, потому, коли, поскольку. Ребята, обратите внимание, это союзы, и они пишутся только слитно. И для того, чтобы правильно определить написание слова, вы должны четко понимать, что это союзы. Вам необходимо будет обратиться к предыдущему уроку о правописании союзов. Раздельно пишется пока что, почти что, при этом, как будто, тогда как, так как, так что, не то, не то, то есть, от того что, потому что, однако же, в связи с тем, что и то, то. Эти союзы всегда пишутся только раздельно. Итак, ребят, амонимичные части речи. Местоимения с частицей пишутся раздельно. Я слушал что же, что и ты, то есть, кого что, то. Что бы мне сделать, что мне сделать бы, то есть, перед нами местоимения и частицы, и пишутся только раздельно. И во что бы то ни стало. Следующее, сочетание союзов и наречий пишутся раздельно. И так, и сяк. Я прочитал много раз, и так запомнил. То есть, как, так. Сочетание предлогов и местоимений. Причем ты останешься, при том тексте ей задание. От того дома до этого недалеко. По тому лесу идти долго. Про описание частиц. Слитно пишутся частицы. Даже разве неужели? А через дефис пишутся то, либо, нибудь, кат, ка, эс, д, де, кое, кой, таки. С глаголами, наречиями и со словами все-таки так-таки. Но при этом мы знаем, что если таки будут стоять перед глаголом, то будет писаться раздельно. Кроме того, раздельно пишутся частицы. Ж, Ж, Б, Б, ЛИ, ЛИ, будто, дескать, как будто, почти что, кое, если после нее следует предлог. Кое у кого. Про описание числительных. Слитно пишутся числители на 10, 100, 100. Например, 50, 80, 400, 500, 700, 700. На сотый, тысячный, миллионный. Например, 200, 500, 100, 000. При этом раздельно пишутся составные числительные 5, 753 и дробные числительные 5, 8. Про описание сложных слов. Слитно пишутся существительные с элементами борт и метр. Например, бортпроводник. Существительные и прилагательные с иноязычными элементами. Анти, авиа, авто, био, вело, гелио, гидро, зоо, интер, контур, макро, микро, моно, мото, нео, радио, стерео, теле, ультра, фото, экстра. Например, антивирус, зоолог, велопрокат и так далее. Существительные с соединительными гласными О, Е. Например, пароход. Но при этом контур-адмирал пишется через дефис. Итак, сложные существительные, первая часть которых является глаголом в повелительном наклонении на И. Например, скопидом, сорви голова. Но перекати поле пишется через дефис. Сложные сокращенные слова и аббревиатуры. ВУЗ, США, спецкор. Название жителей, народностей, племен, людей по роду их занятий, интересам, принадлежностям к организациям. Мексиканец, яхт-клубовец. Сложные существительные прилагательные наречия, первой частью которых является числительное в родительном падеже. Например, пятитомник двухкратных. Прилагательные, одна часть из которых самостоятельно не употребляется. Например, слово «всеядный». Прилагательные образованы от двух слов, одно из которых независимое, а другое подчиненное. Например, сельскохозяйственное, то есть сельское хозяйство. Прилагательные образованы сочетанием наречия плюс прилагательное или причастие. Например, вечное зеленое. Но пишется раздельно сочетание наречия и прилагательного причастия. Если наречие оканчивается на ски, легко поддающийся, дружески нацеленный. Прилагательные, первая часть которых числительная. Например, 30-градусный, 40-минутный. Слова «сполу» всегда пишутся только слить. Например, полумесяц, полушубок. Слова «спол» плюс «согласное», кроме «л». Полвека, полдня. Через дефис пишется существительное, состоящее из двух слов, без соединительных гласных. Например, царь-колокол, премьер-министр. Существительные с иноязычными элементами вице, лейб, обер, унтер, штаб, экс. Например, вице-президент, экс-муж. Название промежуточных сторон света. Например, северо-запад, юго-восток. Название растений с союзом или глаголом. Например, мать и мачеха. Прилагательные образованы от сложных существительных, пишущихся через дефис. Юго-западный, например. Прилагательные образованы из равноправных слов. То есть мы между ними можем поставить союз «и». Например, русско-английский. Русский и английский. Следующее. Прилагательные, обозначающие цвета. Например, серо-голубой, желтый-зеленый. Прилагательные, обозначающие качества с дополнительным оттенком. Например, кисло-сладкий. Слова с пол, перед гласными, прописной буквой или согласным «л». Например, пол-азбуки, пол-африки и пол-лимона. Итак, ребят, предлагаю вам тренинг. Вам нужно определить предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскрыть скобки и выписать эти два слова. От того села до города напрямую 100 километров. Итак, от села какого? Того. Перед нами от предлог и тот указательное местоимение. Поэтому мы пишем раздельно. Напрямую пишется слитно. Это наречие. Зачем спрашивать, если и так все понятно? И так все понятно. Пишем раздельно, потому что как? Так. Союз и наречие. Вокруг цвели и так благоухали ландыши, что не хотелось уходить из леса. Снова мы видим, вокруг пишется слитно и так пишется раздельно. Потому что благоухали как? Так. Это наречие и союз и. Следующее предложение. Я буду молиться за то, чтобы все изменилось к лучшему. Я буду молиться за кого что? То. Перед нами за предлог и то указательное местоимение. И они пишутся раздельно. И последнее предложение. Сначала подумай, затем ответь. Сначала пишем слитно, это наречие. И затем это тоже наречие, то есть потом. Пишется слитно. Мы выписываем сначала, затем. Хочу обратить внимание, что при выполнении задания ЕГЭ вы выписываете оба слова слитно, то есть без пробелов. Еще одно задание. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. Первое предложение. Все разговоры насчет продажи имения продолжались уже в течение месяца. В течение производный предлог, потому что обозначает время. И мы пишем его всегда раздельно. Несмотря на привилегии, отец жил довольно скромно, без устали работая в саду. Мы знаем, что без устали это наречие. И оно пишется всегда раздельно. Подарок готовили втайне от окружающих в полголоса, переговариваясь по вечерам. Втайне и в полголоса. Это два наречия. И пишутся они всегда слитно. Поневоле задумаешься о будущем, когда националисты в открытую говорят о ненависти к инородцам. В открытую это наречие, оно пишется раздельно. И чтобы жить в гармонии с собой и с миром, на зло нельзя отвечать злом. На кого что зло? Это существительное с предлогом пишем раздельно. Соответственно, правильный вариант. Это предложение номер три. Нам нужно выписать слово втайне и в полголоса. И еще одно задание подобного рода. Здесь также нужно найти два слова, которые пишутся слитно. Мы видим, что в первом предложении в течении пишется всегда раздельно. Во втором предложении что-то всегда через дефис. В третьем в продолжении тоже всегда раздельно. И остается два предложения. Вдали столбы выстроились в виде обгоревших спичек. В виде это тоже пишется всегда только раздельно. Это производный предлог. Последнее предложение, это то предложение, в котором оба слова пишутся слитно. Давайте это проверим. Дед тоже выскочил в сене, но тотчас вернулся злой и взъерошенный. Тоже равно и, мы можем сказать, и дед выскочил в сене. Тотчас это наречие, и мы пишем его слитно. Как тотчас. Ответ тоже тотчас. Итак, ребята, домашнее задание. Выполнить тестирование по заданию 14 на сайте решу.ег. Удачи вам, ребята. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!